ДИКИМ ТУЗЕМЦЕМ Но и тогда я не сдрейфил А это? А это я спас одну деревушку от лесного пожара Вот вы и со спрутами, и с туземцами, и в огонь И что, ни капельки не страшно? Для меня не существует слова страх Вот такой вот у меня деда смелый и отважный Ай, пирог горит Капочка улетела к сестрам, просила проследить Видал? Какой бесстрашный! Так не бывает, все чего-то боятся И у отважного генерала Шера наверняка есть какой-нибудь скрытый страх Сделаем так Вот непогода разыгралась Надеюсь, капочка уже добралась к сестрам Пожар! Пожар! Видал, как испугался? Может, он и правда бесстрашный? Так не бывает Привидение Кошмарное привидение Вот что точно его напугает Ты смотри Мы, значит, привидение здесь разыгрываем устрашающее А он спит А может, генералу Шеру действительно все страхи нипочем? Прям уж все Точно, Пупсень! Все страхи! Привет, Пупсень! Какие страхи? Никакие, разные Последний штрих И... оп! Мазка абсолютного ужаса Рога, клыки, когти, чешуя Это уж точно испугает генерала Шера Зачем? Зачем вы хотите напугать деду? Да не напугать А проверить Действительно ли у него нет никаких страхов? Хе! Мой деда самый отважный Ах! Но маска такая жуткая Кого хочешь напугает Вот и проверим Нет! Не будет этого! Бунтик! А ну верни маску! Нет! Ах! Ах! Ааа! 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 Что случилось? Ой! Вот это страхолюдина! Там же Лунтик! Не бойся, внучик! Я лечу! Ааааа! Ааааа! Не сметь пугать моего внука! Вы извините, что хотели вас напугать! Теперь-то мы точно знаем, что вы ничего не боитесь! Это не совсем так. Ваша маска действительно получилась очень страшной. И, честно говоря, я здорово испугался. Правда! Но за моего внука и его друзей я перепугался куда больше. А ради этого можно побороть любой страх. Бояться чего-то – дело обычное. Но если ты поборол страх, тогда и стал по-настоящему отважным. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! ЖАДИНЫ Это наша! Ага! Так нечестно! Мы первые её нашли! А вот и нет! Мы ждали, пока она созреет! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ам-ням-ням-ням-ням-ням! А вот и наш обед! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Это же наш гриб! Ещё чего! Просто мы ждали, пока наш гриб подрастёт! Да! Смотри, яблочки сочные! Наши! Наши! А вот и нет! А? Ребята, налетай! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Не поймаешь! Не поймай уже! Ха-ха-ха! Хе-ха-ха! Ой! А-а-ам вас! Жадины! Мы первые нашли! Это наши яблоки! Чего это вы? Месть врагам! Месть! Жадины! 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 Как уже надоела эта трава! Эх, так хочется чего-нибудь сладенького! Гадкие букашки! Все самое вкусное в лесу слопали! А что если... Эх, противные гусеницы! Все самое вкусное съели! А что если... Арбуз! Какой чудесный! Конфетки! Ах... Хватай! Он наш! Наши! Наши! А-а-а-а! Ха-ха-ха! Попались! Попались! Ой! Ой! ЖАДИНЫ! САМИ ВЫ ЖАДИНЫ! ЖАДИНЫ! САМИ ВЫ ЖАДИНЫ! 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 А что здесь происходит? У кашки все ягоды и грибы в лесу слопали! Это правда? Это они решили, что всё самое вкусное только для них! Так ведь можно же поделиться! Не будем делиться! Ни за что! ЖАДИНЫ! 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 Тихо! Мы вас вытащим, но при условии! Вы не будете ссориться, а грибы и ягоды будете собирать только со своей половины поляны! Согласны? Согласны! Это наша! Ягодка на нашей стороне! А куст на нашей жадины! Сами вы жадины! Жадины! Делиться так приятно! Ведь правда? Правда! Просто восторг! Какие мы молодцы! Жадин перевоспитали! Пойдём сделаем ещё что-нибудь хорошее! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Страна игрушек! Ребята, уже поздно! Пора убирать игрушки! Хорошо, бабуля! Ага! Ладно! Кузя, оставь железную дорогу здесь! Вдруг Луня ночью захочет покататься! Ты что, думаешь, твоя Луня ночью оживает? Конечно! Все игрушки ночью оживают! Ха! Ну ты даёшь! А что такого? А вдруг и правда? Да ну! Ты сам-то видел? Нет, я ночью сплю обычно, но можно не поспать одну ночь и увидеть! Сомневаюсь я что-то! Лунтик, я согласна не спать! Ладно! Я тоже с вами! Посмотрю на ваши ожившие игрушки! Пусть игрушки думают, что остались одни! Ну, что я вам говорил? Не оживают игрушки! Может, они в следующую ночь оживут? Ой! Снова не спать? Ха! Нет уж! Хватит! И так все ясно! А я буду ждать! Лунтик, привет! А? Луня? Давай руку! Мы полетим в сказочную страну! Хочешь? Конечно! Конечно, хочу! Она спрятана высоко-высоко! Ее никто никогда не видел! Вот! Это страна игрушек! Здесь живут мои друзья! Лунтик! Мы рады приветствовать тебя в нашей стране игрушек! Эх! Жаль, что Кузи и Милы этого не видят! Тогда бы они поверили! Кузя! Мила! Смотрите! Это настоящая страна игрушек! Ах! Ух! Смотрите! А-а-а-а-а! А-а-а! До свидания, стрекозы! Здравствуй, Лунтик! Здравствуйте, рыбы! Здравствуй, Лунтик! Добрый день! Луня, это тебе! Спасибо, Лунтик! Красивый венок! Проснись, Лунтик! Проснись! Лунтик! Пора вставать! С добрым утром! Завтрак готов! Так это мне только приснилось! Луня! Луня, откуда у тебя этот венок? Лунтик, я сегодня во сне такое видел! Лунтик, Кузя, мне приснился волшебный сон! Как будто мы были в стране игрушек! А ты откуда знаешь? А может, это был все-таки не сон? Может быть, сказочная страна игрушек на самом деле существует? Редкое цветение Чего он тянет? Нас ведь Корней Корнеевич предупредил! Цветок ждать не будет! Лунтик, ну ты чего? Нам давно пора! Кузя, прости, я провозился! Надо торопиться! Бежим! Дядя Корней! Дядя Корней! Мы тут! Привет, малышня! Почему не спите? Вупсень, пупсень, вы не видели дядю Корнея? Уехал! Очень спешил! Как уехал? Без нас! А как же оранжерея? Опоздали! И никогда больше не увидим небесные наги! А? Чего не увидите? Растение такое! Небесные наги! Оно цветет очень-очень редко! И всего одну ночь! Лунтик, нужно догнать дядю Корнея! Точно, Кузя! Мы не можем пропустить такое! Как же она включается! Кто здесь? Это мы! Мы тоже хотим посмотреть на редкий цветок! Да! И догонять Корней Корнеевича! Берегись! Кузя, сворачивай! Влево или вправо? Не знаю! Скорее! Караул! Спасите! Помогите! Кузя, сворачивай! Кузя, сворачивай! Кузя, сворачивай! Ай! Никогда больше под землей не поеду! Ну, и где же ваш цветок? Не знаю Видно, мы под землей не в ту сторону свернули И куда же теперь? Сейчас посмотрим Вон он! Я его вижу! Цветок уже расцветает! Нам туда! На помощь! На помощь! Помогите! Кузя, мы сейчас! Бежим! Скоро цветение начнется! Подождите меня! Кузя, далеко еще? Мы успеем к полуночи! Должны успеть! Давайте напрямик! Так будет быстрее! Застрянь! Давай тащить! Есть меньше надо! Толстяк! А где Вупсень? Ау! Вупсень! Ты где? Вупсень! Ау! Выходи! Ау! Нам некогда играть! Мы же спешим! Что за шутки? Мы же опаздываем! Ау! Вупсень! Ты нашелся! Отстань! Отстань от меня! А где же Кузя? Ну вот, еще один потерялся! Его нигде нет! О! Вупсень! Где ты ходишь? Из-за тебя мы опоздаем! Дождь? Какой дождь? Ой, точно! Это автоматический полив растений! Нам некогда! Бежим! Ну вот, запачкался! Что я, цветов никогда не видел, чтобы так бегать! Вот он! Мы успели! Дети, вы сами добрались в оранжерею? Красота! Вы как раз вовремя! Вы только полюбуйтесь! Какое чудо! Так, ребята все-таки увидели цветение необыкновенного растения Небесные Наги! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Капелька Какая красота! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Погодите, Капельки! Я вас спасу! Я вас отнесу в тень! Ну вот и хорошо! Лови! Взял! Держи пас! Ах! Удар! Осторожно! Мои капельки! Какие вы неаккуратные! И что тут особенного? Да, Мила! Это же обычная росинка! Никакая она необычная! Ничего вы не понимаете! Ах! Ладно! О как! Сладкий, Кокей! Все, доелся! Больше не могу! Пить хочется! И мне! Смотри, Вупсень! Ты теперь моя капелька! Не бойся! Я тебя в обиду не дам! Какая огромная капля! Ты чего? Тебе воды жалко? Идите на ручей! Там полно воды! А это моя капелька! Жадина! Вот мы и спрятались! Где же здесь паутину-то повесить? А, вот тут хорошо! Ай! Дядя Шнюк! Я из-за вас чуть капельку не уронила! Ой! Ну, извини! Ай! Капелька! Ай! Ай! Ох! Вот мы сейчас спрячемся здесь! Мила! Мила! Давай поиграем! Полетели! Ай! Капелька! А тебе не вредно играть на солнце? Оп! Ай! Ай! Я и сама могу быть солнцем! Вот здорово! А что ты еще можешь? Я все могу! Проснись, Мила! Тебе голову напечет! Кто взял мою капельку? Это вы ее забрали? Очень нужна нам твоя капля! Наверное, на солнце испарилась! Не плачь, Мила! Их будет еще много! И ты сможешь выбрать любую! А мне не надо любую! Мне надо мою! Большую! Любимую! Дождик, бежим домой! Угощайтесь, угощайтесь, ребята! Горячий чай да малиновое варенье! И не простудитесь! А что, Милочка, у нас такая грустная? И ее любимая капля на солнце испарилась! Все капельки собираются на небе в облака! Может быть, именно твоей капельке не хватало облачку, чтобы набрать сил на дождик! А без дождика у нас не было бы ни цветов, ни ягод, ни меда! Смотрите-ка! Вот и солнце вышло! Как прекрасна полянка после летнего дождя! И где-то здесь есть и милина подружка-капелька! КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ Эх, отправиться бы в путешествие на этой комете! Столько всего интересного можно увидеть! Разные планеты, звезды! Ха-ха-ха! Ну и фантазер же ты, Кузя! О, появилась! Скоро она подойдет совсем близко! Эй, слышишь? Какая-то штуковина пролетает! Молышня говорит, что на ней можно путешествовать! Представляешь? Пупсень, ты уснул, что ли? Может, залезем на нее? Полетаем немного! Как ты на нее залезешь? А это что? Натянем резинку между деревьями и полетим на комету! Чего ты там тянешь? Комета улетит! Готово, залезаем! Так! Ага! Чего это вы делаете? Не видишь? В космическое путешествие отправляемся! На комете! Полетаем немножко! Космос посмотрим! Ты же сам говорил, что это интересно! Да! Да вы что? Я же так просто сказал! Для мечты! Для мечты? Ха-ха-ха! Так и скажи! Завидно стало! Ха-ха-ха! Три! Подождите! Два! Это же очень опасно! Один! Поехали! А-а-а! Отпусти! Что вы наделали? Мы бы уже на комете были! Пойдем! Они нам только мешают! Уфа! А-а-а! Субтитры подогнал «Ско»! Спасибо! Кто-то подогнал jour! так мы никогда не доберемся до этой кометы а и она уже почти улетела ой о гляди мое зеркальце лучше на нем блестящие камушки а на моем зато рисунок модный девочки насколько можно спорить давайте лучше украшать наши цветочки воздушными шариками спасибо за шарики ура теперь мы настоящие космические путешественники осталось только на комету запрыгнуть стойте подождите вернитесь это опасно таких отважных космонавтов как мы надо провожать с музыкой и салютом эгэгэй вот тебе и салют ура космонавту тебе тоже салют ура корней корнеевич объяснил гусеницам что путешествовал на комете невозможно хотя бы потому что в космосе очень холодно и совсем нет воздуха но зато кометой можно любоваться когда она такая далекая и величественная проплывает по звездному небу однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем секрет победы хорошо в гостях ничего делать не надо ага сидишь себе отдыхаешь а за тобой ухаживают это еще что такое а пирогов с вареньем что не будет нет бабуля не пекла пироги сегодня на обед творог с молоком я такой обед есть не буду мы молоко не пьем даже пробовать его не собираемся потому что это еда для малышни а мы уже взрослые сами ешьте свой молочный малышовый обед вупсень пупсень вы куда я творог принесла спасибо мы не хотим есть ага мы сытые они ждали пирогов с вареньем а молока с творогом они не хотят ну и зря если пить молоко есть творог вырастешь большим и сильным а если есть одни пироги с вареньем то только живот вырастет тоже большой молоко дает силы и укрепляет здоровье получается если гусеницы не будут пить молоко они совсем не вырастут и станут слабыми и больными такое вполне может быть ведь для детского организма молоко необходимо пойдут творожников на пеку жалко гусениц нужно что-то придумать лунтик они сказали что никогда не пробовали молока а если хоть капельку попробуют они сразу поймут какое молоко вкусное потом еще сами просить будут кажется у гусениц тихий час не шуми есть хочу вот это да конфеты лимонад вот это сюрприз пока вупсень спит я все съем а ему скажу что никаких конфет с лимонадом не было попался это я все съем отдай я первое это нашел но и убегай на здоровье а я тогда все конфеты съем это же молоко а ты говорил лимонад а это творог кто-то фантики из-под конфет врага положил а я знаю кто это сделал они но я вам сейчас покажу как нас разыгрывать это не розыгрыш вашему организму необходимо молоко и творог все дети должны есть молочные продукты а мы не дети мы уже большие да какие вы большие посмотрите на себя вы маленькие и слабенькие а все потому что молоко с творогом не идите это мы это маленькие и слабенькие да мы да мы самые сильные ловкие и быстрые быстрые а давайте проверим кто быстрее вон до того куста добежит давайте на старт внимание марш но давайте догоняйте ой не могу больше вупсень что с вами я сейчас это что такое молоко дает силы и укрепляет здоровье ммм как вкусно хе-хе-хе ого сколько сил у меня появилось похоже молоко это очень полезный продукт с тех пор вупсень и пупсень никогда не проигрывали в соревнованиях потому что каждый день на завтрак они пили молоко и ели творог однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем ты что струсил а ну давай катись ролики почему каждый раз когда мы приходим кататься на горке всегда столько народу ты не ушибся уже десятый раз падаю так может тебе не стоит сразу с горки кататься попробовал бы сперва по ровной дорожке ездить по прямой любой может а я как вупсень хочу научиться хе 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 невероятно он сделал двойное сальто ага значит вместо того чтобы тренироваться с малышнёй болтаешь я... я упал ахаха что опять и зачем я только взялся тебя учить может тебе вообще не стоит этим заниматься Понятное дело я, у меня талант А ты, шел бы лучше, траву жевал Траву? Нет, нет, я точно смогу, вот увидишь Давай еще раз попробуем, Вупсень Ну, пожалуйста Ладно, так уж и быть, пойдем Вупсень, запомни Когда съезжаешь с горки, ноги надо держать вот так Смотри, показываю в последний раз Ай, ай, ай Ай, ай, ай Все, с меня хватит Обучение закончилось Я кататься сюда пришел, а не с тобой нянчиться Вупсень, покажи нам, пожалуйста, двойное сальто Пожалуйста Вупсень, пожалуйста Я хочу еще раз попробовать Нет уж, дудки, хватит с меня позора Не хочу, чтобы весь лес знал, какой у меня неуклюжий брат Ну и что? Я все равно за тобой поеду Вупсень, здесь способности нужны Понимаешь? А у тебя их нет И кататься ты никогда не научишься На старт, внимание, марш! А-а-а! А ну, давай сюда свои ролики. Так-то лучше. Мои ролики. Вот твои ролики. Оставь себе. Они мне больше не нужны. Как это? А вдруг ты еще захочешь покататься? У меня нет таланта. Пупсень, конечно, у тебя есть талант. Только надо помочь ему раскрыться. Пупсень уже пытался. Ничего не вышло. Мне кажется, Пупсень неправильно пытался. Ты можешь сделать вот так? Так, конечно. Так любой сможет. Покажи. Пожалуйста. Пупсень, какой ты молодец. А так можешь? Ну вот. А говоришь, нет таланта. Но это же легкие задания. Теперь потруднее. Оп. Ну вот. Опять упал. Ничего страшного. Попробуй еще раз. Вот увидишь. У тебя обязательно получится. А-а-а-а. А-а-а-а. Я ехал! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Ура! Я не упал! Я съехал! Ага! Это я! Это я! Я здесь! Неужели получилось? Конечно! Пупсень, ты очень талантливый. Пупсень, Пупсень, еще сальто! Э-э-э! Э-э-э! Пупсень, ты такой талантливый! Епа! Пупсень, как ты научился так кататься? Тебе правда нравится? Это Лунтик меня научил. Странно, почему же я не смог тебя научить? Вот так Лунтик с Кузей помогли Пупсенью поверить в себя. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доигрался. Лунтик! Здравствуй, Кузя! Привет! А я как раз за тобой. Там с холма после дождя такой ручей бежит, как горная река. Ух ты! Здорово! Я никогда не видел горную реку. Вот и увидишь! Пойдем скорее! А еще я читал, что на горных реках можно встретить много опасностей. А зачем нам опасности? Как зачем? С ними же интересней! И к тому же веселее! Значит, по-твоему, обливаться весело? Еще как! Вот тебе водопад! Осторожно! Ты же свалишься! А вот и не свалюсь! И вообще, осторожность! Это для девчонок! Ха-ха-ха! Кузя! Оп! 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 Я! Бесстрашный! Кузя! Повелитель водопадов! Кузя, аккуратнее! После дождя листья скользкие! Да не беспокойся ты так! Не упаду я! А-а-а! 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 Ой! Кузя, ты цел? Да цел! Цел! Пойдем быстрее к ручью! Там еще интереснее! А-а-а! Эх! А-а-а! Ух ты! Здорово! Правда, Кузя? Пе-е! Хе-хе-хе-хе! А-а! Да разве так катаются? Так любой сумеет! А вот так сможете? А-а-а! Оп! Оп! А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха! Тоже мне ловкать! Точно! Сам кататься не умеет, а еще других учет! А-а-а! Ты не ушибся? Конечно, нет! И вообще, это занятие только для малышей! Подумаешь, по лужам кататься! Пойдем отсюда! Мы же к ручью хотели! Пока, Пупсень! Пока, Пупсень! Пока-пока, чемпионы! Хе-хе! Ух ты! Здорово будет на листе прокатиться! Кузя, ты что, хочешь прокатиться на листе по этому ручью? Конечно! Еще как прокачусь! Кузя, ты ведь даже плавать не умеешь! А я и не собираюсь плавать! А если ты с листа в воду упадешь? Слушай, Лунтик, надоели мне твои нравоучения! Не хочешь кататься? Не катайся! А я буду! Кузя, я просто волнуюсь за тебя! А не надо! Я же Кузя, повелитель водопадов! Ай! Вот это скорость! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Помогите! Помогите! Кузя, держись! Хватайся за метку! Кузя, хватайся! Хватайся! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Кузя, конечно, весь промок и сильно напугался. Хорошо, что Лунтик оказался рядом. Прости меня, Лунтик, если бы не ты. Ничего, Кузя, но в следующий раз лучше будь осторожнее. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Клоун. Клоун. Клоун веселый бежал по дорожке. Вдруг у него запутались ножки. Ха-ха-ха! Он ударился о крышку. Вырос нос большой, как шишка. Ха-ха-ха! Длинный шарик надувает, ребятишек всех пугает. Ха-ха-ха! 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 Ой! Эх! Вот бы и мне стать клоуном. Клоун. Никто не смеется. Пойду-ка их рассмешу. Хе-хе! Баба Капа! Баба Капа! Ай! 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 А-а-а-а! О! Лунтик, ты ушибся. Где болит? Бабуля, я же не по-настоящему упал. Я просто хотел тебя развеселить. Ничего веселого я в этом не вижу. Ну вот, не получилось. Дедуля, смотри! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Лунтик! Лунтик! Я сейчас! Капочка! Быстрее бинт! Лунтик разбил нос! Ой-ой-ой! Не нужно бинт, дедуля. Я же пошутил. А-а-а! Я хотел, чтобы ты посмеялся. Ну, Лунтик, ты даешь. Совсем не смешная шутка. Ну вот, опять ничего не вышло. Дядя Шнюк! Лунтик! Держись! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Я бегу! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Мед различается по цвету, вкусу и запаху. Тссс! Мед, собранный с разных растений, называется смешанным. Бух! Лунтик, ты чего? Лунтик, в чем дело? Ты решил сорвать урок? Простите, я просто... не получается из меня клоуна. Я так хотел всех рассмешить. И падал, и о стенку ударялся. А все только расстраивались, вместо того, чтобы смеяться. Лунтик, ты, наверное, пытался всех рассмешить. когда они были заняты делами. Но ведь никто даже и подумать не мог, что это представление. Вот все и переживали за тебя. Они думали, что ты ударился или расшибся по-настоящему. Мне кажется, тебе нужно пригласить всех на Большую Поляну и там показать свои номера. А сейчас выступает клоун Лунтик. Зрителям очень понравилось выступление маленьких клоунов. Они долго вспоминали трюки Лунтика и от души смеялись. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ап! 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 Воспитатели! Привет! Привет! Я уже заждался! Извини, Кузя, я не смогу с тобой поиграть. Я тут по дороге встретил маму Жучков, и она попросила посидеть с ее малышом. Ей нужно куда-то по делам. Что? Вместо футбола нянчиться с Жучком? Пойми, я не мог отказаться. Вот только я никогда не сидел с маленькими детьми и не знаю, как с ними обращаться. Может, ты мне поможешь? Ну уж нет! Нянькой я быть не хочу! И зачем ты согласился? Теперь весь день будет испорчен. Ладно, я полетел к малышу. Пока! 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 может купаться пойти. Не-а, скучно одному. Все заняты. Лунтик бабикапи помогает. Ладно, жучок так жучок. Погоди! Постой! Ты же никогда не был на той поляне. Там такие ромашки растут. И усильки. Я не хочу, усильков! Не хочу ромашек! Я хочу! Проказничать ты хочешь, я знаю, но со мной такое не пройдет. Не хочу! Не хочу! Да, вовремя я пришел. Тебе точно одному не справиться. Не думал, что ты настолько не умеешь обращаться с детьми. А я не думал, что бывают такие непослушные дети. Ребенка нужно сначала чем-нибудь заинтересовать. Тогда он и проказничать не будет. Я так и делал. Хотел повезти его на цветочную полянку, показать разные виды растений. Ха-ха-ха! Разве ребенку интересно смотреть на какие-то растения? А что же ему тогда интересно? Ну, что-нибудь веселое. Например, пойти купаться на пруд. Купаться? А если он плавать не умеет? Я не хочу купаться! А на цветочки посмотреть хочешь? И на цветочки не хочу! Я хочу... Подожди! Ты правда не хочешь купаться? Брызгаться в водички? Знаешь, как это весело! Смотри! Я плыву! Я плыву! Ох! Как мне хорошо! Как мне весело! Ой, что-то не очень весело. Пойдем лучше на цветочную поляну. Он же сказал, что не хочет смотреть на цветочки. Но и купаться он тоже не хочет. А это еще неизвестно. Просто жучок пока не понял, как это здорово. Возможно, я плохо показал. Но когда мы придем на пруд, он сам будет меня благодарить за это. Я не хочу! А ну не хнычь! Ты пока сам не знаешь, чего хочешь. Кузя, спасибо, что пришел помочь мне. Но я справлюсь один. Как же ты справишься, если ничего не понимаешь в детях? Если сейчас же не уйдешь, я расскажу маме жучка, что ты пытался увезти его на пруд. А он, между прочим, плавать не умеет. Я умею плавать! Ну и хорошо. Сейчас пойдем и посмотрим на цветочки. Я не хочу на цветочки! Я не хочу на цветочки! Слышишь, он не хочет на цветочки! Я не хочу на цветочки! А я расскажу маме жучка, что ты его мучаешь. А ну отпусти ребенка! Не отпущу! Ребята, что случилось? Дядя Корней, пчеленок не умеет обращаться с детьми, а хочет быть воспитателем. Я не хочу быть воспитателем. Я просто хотел повезти жучка на полянку, чтобы он научился различать цветы по названиям. А Кузя мне мешает, потому что никому не интересно смотреть на твои цветы. А купаться интересно! Ребята, не ругайтесь. Вы оба молодцы, что хотите занять маленького жучка чем-нибудь интересным. Но прежде всего надо спросить его самого, что ему хочется. Я хочу рисовать! Рисовать? Да! Почему же ты сразу не сказал? Я хотела сказать, а вы мне не давали. Жучок весь день с увлечением рисовал. А его мама была очень рада, что Кузя и пчеленок оказались такими хорошими воспитателями. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. А теперь кто быстрее доплывет до лодки. На старт, внимание, марш! Подводная пещера я первый. Молодец, Кузя! В этот раз победил Кузя! Ура! Я плаваю как Лунтик! Даже быстрее! Ура! Ура! Ой! А! 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 Моя корона! Не волнуйся, Элина, я ее сейчас достану. Да, мы достанем! Лунтик, я с тобой! Хорошо, Кузя, догоняй! Ого! Кузя, кажется, здесь пещера! Ой! А! Лунтик, держись! Лунтик! О! Какая прелесть! Какая красота! Ого! Где это мы? Лунтик! О! Мы попали в пещеру! Кузя, смотри! На ней корона! Стойте! Подождите! Ой! Тоннель! Что-то мне это не нравится! Кузя, может, ты подождешь здесь, а я попробую пройти? Ну уж нет, я с тобой! Думаешь, я трус? Нет, Кузя, я так не думаю! Слышишь? Это похоже на... Подземное течение! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Подождите! Не слышит. Лунтик? Кузя? Так это вы? Как вы здесь очутились? Мы за вами плыли. То есть, за короной. Элина ее уронила, а мы обещали достать. А я-то думаю, чья же эта красота. Держите корону. Спасибо! Хорошо, что вы меня встретили. А то в этой пещере можно и заблудиться. Пойдемте, покажу вам выход. Лучше бы они не плавали за этой короной. Я и без нее обойдусь. А ну-ка, раступись. Я пойду их искать. Лунтик, Кузя. Мы достали корону. Ура! Лунтик, Кузя! Где вы так долго были? Мы так за вас волновались. Элина, вот твоя корона. Большое вам спасибо. Вы настоящие друзья. Лунтик и Кузя нарисовали подводную пещеру и рассказали всем про необычайное путешествие, которое они совершили под водой. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова